В рамках военного сотрудничества на поликоне Министерства обороны Гурумсарай проведены совместные узбекско-таджикские тактико-специальные учения «Боевое сотрудничество-2021». Вместе с тем, военнослужащие Узбекистана примут участие в маневрах, которые пройдут на территории Республики Таджикистан. Все подробности у Лолы Ракаевой. Узбекистан и Таджикистан Войсковой полигон Гурумсарай, Восточного военного округа, где в течение пяти дней военнослужащие двух стран отрабатывали разные варианты противодействия условным незаконным бандформированием. Разыграно несколько боевых эпизодов, в ходе которых предстояло обнаружить, захватить и ликвидировать условного противника, который, согласно легенде, пересек государственную границу. Воздушная разведка и принятие оперативных решений командования группировки войск, штурм населенного пункта с дальнейшим освобождением заложников. Каждый раз разыгранный сценарий усложняется новыми вводными. Налаженное взаимодействие, как было отмечено по итогам совместного учения, позволило наработать новую тактику, обменяться опытом и применить в противостоянии общей угрозе современные методы ведения боя. В ходе учения военнослужащие двух стран выполнили поставленные задачи с учетом опыта современных локальных конфликтов, с применением новых методов ведения боя. Настоящее учение продемонстрировало мощь и силу вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана. В перспективе планируем продолжить взаимодействие в этом направлении и усилить сотрудничество в военной сфере. Учение проводилось в три этапа. Рассматривались основные вопросы взаимодействия войск и органов управления. А также разработан единый алгоритм подготовки подразделений при выполнении задач при проведении специальных операций. Построение краткий инструктаж и в путь. Это уже одна из воинских частей Юго-Западного особого военного округа. Осуществлена подготовка вооружения и военной техники. В настоящее время личный состав для участия на трехстановленном совместном учении готов. Раннее утро из местной пустойной дислокации выдвигается подразделение при проведении учения. В республике Таджикистан предстоит километровый марш, в ходе которого колонну будет сопровождать вертолетная авиация. Согласно замыслу учения, сопровождение колонны с воздуха будет вестись на территории соседнего государства, до которого предстоит преодолеть сотни километров с учетом всех мер безопасности на Земле. Защита неприкосновенности государственных рубежей. Тема та же. Полигон уже по ту сторону государственной границы. С 5 по 10 августа на полигоне Министерства обороны Республики Таджикистан пройдет трехстороннее совместное учение, в котором также будут задействованы военнослужащие Российской Федерации. Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений, в которых предстоит совместно отработать задачи по поиску и ликвидации условных незаконных бандформирований. К 6 утра колонна прибывает к международному пункту пропуска, соединяющему Узбекистан и Таджикистан. Проверка документов, соответствующие процедуры и теплый радушный прием. Есть место восточному гостеприимству. Ответный жест. Недавно наш контингент участвовал на двухсторонних учениях в Республике Узбекистан. И также встречали у нас общая граница и давние дружеские отношения. Конечно, мы надеемся еще на этих учениях отработать все вопросы взаимодействия и вместе бороться с современным терроризмом. Вылетевшие с аэродрома боевые вертолеты Ми-35 будут сопровождать колонну до прибытия на полигон Министерства обороны Республики Таджикистан Харп-Майдон. Современные бронетранспортеры, модернизированные реактивные системы залпового огня, зенитные установки ПВО, автоматические минометы «Василек», командно-штабные и эвакуационные машины со средствами тылового обеспечения, подразделения в составе колонны, главный звено в которой – боевой дух и настрой личного состава, готового к четкому и слаженному взаимодействию. А это уже кадры прохождения колонны военной техники Узбекистана на Таджикской земле, где население тепло и радушно встречает наших военнослужащих. Что говорится, без комментариев.